весь то лучше чем приора говорят чем она лучше это тоже самое блин вот до сюда поднял все равно падает до сюда поднял падает огромнейший плюс очень нравится молодцы просто молодцы что-то хоть сделали да это что это зачем это как вообще понимать они я вот из-за этого я уже не хочу ее брать всем салам алейкум друзья сегодня у нас будет обзор на ладу весту вот у меня ключ посмотрим на что способна эта машинка честно говоря мне не нравится уже эта машина сегодня я вам все покажу и расскажу о ней посмотрим что нам покажет поехали под предыдущим видео вот этот человек написал самый креативный комментарий и за это получает 5000 рублей а если вы хотите получить 5000 рублей то переходите в комментарии оставляйте креатив и результаты узнаете в следующем ролике а к тому кто победил в этом ролике просьба напиши ко мне в контакте по ссылке в описании и предоставь все доказательства что именно ты являешься владельцем этого аккаунта и так я за рулем лады весты заводим машину первое ощущение вот эти вот колодца которые спереди вот это вот ты вот так вот сидишь и не видишь верхнюю часть спидометра это зачем это сделано скажите мне пожалуйста зачем это реально неудобно меня это раздражает вообще меня вся эта машина лада веста раздражает ставим первую скорость и поехали вот реально вот где 180 и 120 не видно я вот высокий да в плане для этой машины я чувствую себя здесь выше чем на приори достаточно высоко это придает какое-то я не знаю удобство что ли на дороге эта машина корова да корова плохо рулится приора тоже не отлично рулится но все равно корова большая корова на дороге не едет веста 1.6 вообще не едет сейчас мы выскочим на бездорожье посмотрим как она себя тут будет вести мягче чем приора намного мягче коробка мягче шумка хреновая вот на второй скорости в пол нажал не едет машина не едет итак давайте мы заглянем под капот что у нас тут изменилось сразу скажу все то же самое а понял а нашел а все так 20 век это ножка или как ее называют газовые упоры не могли поставить это же веста это новая машина до х 16 год на двенашки 2005 года у резвана который он за 15 штук купил есть газовые упоры упоры газовые у нас вот с 2005 года наверное начали выпускаться новые автомобили хуже и хуже почему я не понимаю здесь 16 клапанный мотор 1.6 как на приори это веста 1.6 у нас есть еще новая веста 1.8 люди боятся ее покупать потому что она жрет масло поэтому люди вынуждены ездить на вести 1.6 не рискуют покупают вот это и получать ту же приору чем думают инженеры автоваза давайте-ка мы поставим здесь новый пластик бачок радиатора переместим в другую сторону и все у нас веста получается я не могу не нервничать когда смотрю вот сюда здесь все то же самое просто местами поменяли чуть внешний вид изменили и все и так салам алейкум мага алейкум ассалам ахмед друзья это мой бывший видеограф а ну хорошо уже не уже нынешний видеограф и так мага у меня к тебе первый вопрос зачем ты купил весту за 500 тысяч рублей всем салам алейкум знаешь после приори хотелось честно говоря экспериментировать и решил взять весточку потому что у нее есть преимущество над другими аналогами над какими аналогами над солярисом пола и так далее какие преимущества могут быть у нее против иномарки единственное ее не преимущество это и у нее нет автомата в остальном она никак не выступает не пола не солярис в некоторых случаях даже она впереди идет в каких случаях это комфорт она побольше у нее места больше она по горам ездить намного лучше чем та самая тот самый солярис смотри ты купил весту за 500 тысяч на мою приору бартером баш на баш сделал бы ее так как я переселил с приоры и кайфанул на вести я бы только в крайнем случае встел бы на приору но бартером никак нет смотри я приору купил за 400 тысяч и вложил в нее уже где-то 200 тысяч а ты купил ее за 500 тысяч и все она 500 тысяч стоит то есть ты баш на баш не поменялся бы с тобой да если ты хотя бы со мной то есть окей если ты и 300 и 500 потратил бы на приору я бы не пересел а ладно ладно давай теперь чисто стабильный вопрос какой заливаешь бензин бензин заливаю 92 не трачусь на 95 но почему 95 он же лучше синила советский автопром советский автопром зачем тратиться понятно ты короче чисто этот эконом режим да включил ну во первых у меня газ стоит поэтому бензин полный бак мне почти на полтора месяца хватает поэтому понял какой у нее расход по городу где-то 10 12 13 литров по трассе 78 но чуть больше чем у приоры да да машина стала намного тяжелее чем приора но мощность мотора у нас не изменилась то есть веста намного слабее чем приора это мы кстати сегодня в этом ролике проверим поставимся с приорой веста лучше чем приора говорят чем она лучше это тоже самое блин просто чуть тяжелее я не знаю как мага может справляться вот допустим в городе ехать там шашки играет куда-то сунутся там я не знаю то есть на обгон выйти никак на этой машине нельзя же это неудобно вот многие говорят скорость нужна только для молодых пацанов которые там которым нечего делать которые любят покататься с этим я не согласен потому что даже взрослый человек вот который едет да на дороге нему намного удобнее если мотор мощный потому что ты можешь легко выходить на обгон то есть чтобы не было такого то что ты думаешь да выйти не выйти выйти не выйти на обгон на трассе успеешь не успеешь эта машина заставить тебя думать я не могу на ней нормально разогнаться я очку просто на обгон выйти динамика не совсем ужасная руль поворачивается слегка сложнее чем на приоре хотя здесь тоже стоит электроусилитель но видимо вес играет роль просто пацаны просто просто посмотрите вот вот как капот открывается ты должен эту херню искать и вот так вот дергать просто просто это удобно вот это удобно вот как ты думаешь это удобно не вообще не удобно просто ты ее искать должен и она смотри вся вот это вот железка должна вместе идти туда но просто вот сюда один сюда просто вот на приоре просто ты вот эту штучку наверх дергаешь и все ты не должен ничего искать чтобы вправо делать это неудобно а тут просто капота чуть приподнял и открыл капот вот там учет и и не должен искать чтобы наверх делать ее особо искать не просто руку привык своей машины смотри 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 а я рука не дадут еще брат это типа короче на вести сделали что-то новое понял реально это удобнее чем это реально это удобнее вот два пальца у тебя идут хорошо хорошо два пальца я одним пальцем могу стоит просто смотри одним пальцем вот так наверх делаешь и поднимает а ты два пальца вниз должен засовывать и вправо делать это же неудобно и она еще застревает сейчас смотрите что на вести еще изменили чисто инженерская работа видишь здесь на приорис в эту сторону этот замочек в эту сторону в левую сторону зайдите здесь правую сторону здесь правую сторону сделали новые технологии почему здесь пожалели шумку почему нельзя было на все сделать чисто в середину сделали вот на приоре просто тупо везде шумка везде веста это же новая машина почему на новой машине хуже пластик новый поставили и все она же застревает он уедет потом скажешь почему она здесь застревает вот так вот его надо выдышкой смазать чисто внешне если судить весту можно знаете тюнинговать там обвес поставить колеса интересные и она будет по мнению многих выглядеть интереснее чем приора но это чисто внешний вид веста это та же приора в растянутом кузове в которую добавили пару мелочей там круиз-контроль всякие мелочи и так далее больше ничего нет в этой машине реально ничего нет это эти мелочи они моросят мне кажется то что в приоре намного больше плюсов по большому счету если судить эти две машины они оба говно мне не вообще не нравится я и приору свою обосрал если вы не смотрели то посмотрите видео на моем канале меня больше всего злит то что новая веста стоит почти в два раза дороже чем стоила новая приора а добавлено в нее всего лишь пару каких-то мелочей и то они моросят это не стоит того реально не стоит зеркала неплохие все видно красиво они больше чем на приоре это чё за сигнал это на всех местах он такой только здесь да это что блин ладно это не на всех местах такой сигнал поэтому не будем до этого докапываться этот чисто здесь эксклюзив сцепление нажимается мягче чем на приори мага вроде говорил то что по горам удобно ездить но сейчас подъем я чувствую то что машина тяжело едет приора легче этот подъем преодолевает а вот все говорили на вести появился круиз-контроль это удобно это четко там на трассе ноги отдыхают и так далее но в этом контроле есть минус он моросит часто моросит даже не моросит а тупить поднимаешь да чтобы круиз-контроль машину держал на скорости 100 километров в час что делает машина сбрасывает скорость до 60 а потом только набирает эти 100 ну тупо нет сколько ты ездишь на этой машине сейчас чуть больше двух месяцев за два месяца сколько раз она ломалась и ломалась ли вообще и сколько денег потратил ломалась но ломалась по мелочи ну ходовая и один из таких основных моментов было то что я поменял степление ну так по мелочи чисто сломалась за ну сцепление единственный момент и потратил на нее 13 штук чтобы сделать сцепление хотя у официалов говорили что минимум 25 тысяч чтобы понимали друзья на приоре чтобы поменять диск сцепление это стоит 5000 рублей максимум а тут 25 такая вот маленькая разница чудом особо так различий между иномаркой я не увидел после именно этого случая то есть на нее ты тратишь получается так же как на иномарку не так же практически так же не также практически так же все понятно перейдем к багажнику да он вместительный в нем очень много места это плюс однозначно плюс но тут есть такой минус просто вот допустим я иду тут с пакетами да там открыли да мне багажник я хочу открыть вот открываю он дальше должен сам подниматься по идее отпускаю никак не поднимается вот до сюда поднял все равно падает до сюда поднял падает его нужно вот так сделать даже отсюда падает охренеть это что это что такое мага объясни мне ты должен прям до конца поднять багажник только потом сюда что-то поставить вместо здесь до много это однозначно просто однозначно без вопросов большой плюс здесь три человека сюда по месяца с пакетами со всеми делами это плюс с этим я как бы спорить не буду там камера брат где шумка почему здесь она есть а вот тут они и пожалели точно так же как и под капотом ну вам жалко было вот сюда тоже вот так вот аккуратно ткань поставить еще кое-что скажу на вести 18 2017 года есть кнопка багажнике вот здесь вот кнопочка ты открываешь то есть удобно а на вести 2016 года это кнопки нет то есть на год вперед мы продвинулись и добавили такие мелочи как кнопка на багажнике а здесь я не могли добавить до пожалели кнопку сюда 600 700 тысяч люди отдают за машину а кнопку под багажником они пожалели вы не для людей машины делаете вы для себя делаете что бабки на этом заработать на людях мне жалко людей которые ездят на этих машинах и покупают и вес то я сейчас переключил на бензин посмотрим что она покажет на бензине многие жалуются на то что ночью в не освещенном месте чисто когда сухой асфальт фары очень слабые лампочки не яркие ты ничего не видишь на дороге а когда идет дождь и ты не на освещенной дороге про это я вообще молчу на бензине тоже фигня машина все равно не тянет а моя приора на газе спокойно воткнет весту на бензине сейчас вам про эти кнопочки и так далее рассказывать не буду смысла нет и про всякие кучки мелочи там вот так вот музыка переключается так это делается я это не рассказываю если вы ждете глуби глубину электроники и так далее в это я вообще не лезу только когда вот мне что-то особо понравилось только тогда я могу об этом сказать вообще не тянет просто не тянет она даже обороты не поднимает нормально не хватает сил ну конечно здесь тот же двигатель что и на приоре и машина тяжелее килограммов на 200 друзья только что я заметил такой большой плюс в этой машине приборка допустим сейчас не горит а я недавно проезжал тень такую где немного темно и приборка засветилась это удобно это хорошо молодцы сделали но делайте да вот вы же можете когда хотите делать но блин на другие мелочи тоже смотрите да и автовазу чё натуре хотя знаешь можно на ней ездить я бы не сказал что прям ужас именно вот в плане езды сел поехал на сука она же стоит дорого в два раза дороже чем приори никогда в жизни не отдал бы никогда просто я не говорю что веста плохая машина я говорю что она плохая за свои деньги вот я сейчас заехал в темноту фары включились это хорошо это удобно сука реально удобно да но блин приора так не делает так не может даже радиус поворота хороший чем на приори лучше когда ты купил эту машину какие были твои первые эмоции то есть тебе она прям очень понравилась или были какие-то недочеты мелочи что вообще было ты купил ее за 500 тысяч пересел с весты то есть приоры на весту первые эмоции это комфорт я не ездил на иномарках но именно у меня не было иномарки поэтому мне показалось что я советского автопрома сел на какую-то иномарку вот грубо говоря грубое сравнение у тебя была семерка ты пересел на приор вот практически то же самое уровень чуть побольше комфорт чуть побольше ездишь чуть покомфортнее места много сидишь высоко смотришь далеко ты хочешь сказать то что веста лучше чем приора хорошо хорошо вот здесь ровная прямая трасса один на один выскочит со мной я на приори ты на вести можем попробовать но я не гонщик по жизни я тоже не гонщик ты ездил там на разных машинах поэтому можно попробовать не обещаю что она выиграет потому что здесь 1 и 6 мотор у меня тоже мотор 16 клапана 16 и у тебя на весе поменьше чем висточка но ты не согласен с тем что это тупизм делать новую машину тяжелее и ставить туда тот же мотор не тупизм а маркетинг брат это маркетинг маркетинг или маркетинг по-тагестански маркетинг приора эта машина таких вот молодых пацанов как я чисто погонять по городу поиграть чашки это красиво а веста мне кажется это уже для более взрослых людей которым понт не нужен они просто ездят и все люди покупают весту говорят то что это та же иномарка но по бюджетнее но блин запчасти на весту стоят так же как на иномарку то есть есть диск сцепления на приори стоит 5000 то на вести 25 это же просто охренеть а коробка вроде тоже ну с виду да и по переключениям также не хуже на приори реально не хуже у меня вот тросиковая реношная коробка стоит да там тоже самое я не говорю что приора прям такая бомбовая машина но веста это тоже говно реально говнище просто который не стоит покупать да у веста есть некоторые преимущества перед приорой но в ней также есть куча минусов которых нет на приори и стоит она при этом дороже почти в два раза поэтому друзья я вам хочу сказать не покупайте это говно не покупайте не нужно покупать весту купите себе нормальную иномарку и езжайте нормальную же можно машину взять за эти деньги 500 тысяч рублей ладно я приору взял 400 но я ее взял не из-за того что она хорошая а из-за того что у меня есть такая мечта сделать из приоры мощный автомобиль кстати по поводу приоры выпуски как я ее тюнингую что-то добавляю вы можете посмотреть на моем втором канале там практически каждый день выходят новые ролики ссылка если что будет в описании приятного всем просмотра как ты думаешь твоя веста что-нибудь покажет моя веста не веста посмотрим но я тебе уверенно говорю я на приори тебя воткну потому что приора это приора просто покажет все поехали 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 на на что игра киевси чё вы молчи мага готов такс мага натри сигнала да такс просто не почувствовал просто не почувствовал сейчас он улетел мол первым пришел я уссунул да я его я его сунул я там остановился уже я не знаю вперед ушел да друзья сейчас чтобы все было очень честно я сяду за руль весты а мага будет сидеть за моей машины то есть там может проблемам водители всякое может быть поэтому чтобы прям конкретно все проверить я буду зависть за руль весты камеру здесь оставить друзья дело в том что это первая моя гонка и до этого никогда не ставился поэтому дело вам не может быть я как обычно у ахмеда никогда бензина нету вечная проблема у ахмеда давай на три твоих сигнала давай на шо три считай раз два раз два раз раз ну да ну да не спорю приор есть вот этот старт который нету и весь ты с этим я думаю все согласятся потому что ну реально увез ты нет вот этого именно старта на старте он очень слабый комментарии излишне я соглашусь с тем что веста именно на старте она чуть-чуть такая дед я вижу некоторых людей которые вот снимают обзоры на весту и говорят вот там блогеры говорят плохая машина вот же веста хорошая чем она хорошая чем что здесь хорошего закрой дай этот капот не открывали больше этот капот на вести есть еще один такой большой плюс регулировка сидений регулировка здесь реально как на иномарке то есть просто под можешь себя вот поднять можешь себя спустить очень легко все может менять контролировать регулировать и здесь удобнее сидеть именно в плане сидений большой плюс огромнейший плюс очень нравится молодцы просто молодцы что-то хоть сделали да у на приоре на одном сидении ты должен руку вниз просовывать и здесь эту крутилку дергать а на другом сидении ты должен здесь какая-то херня который ты должен в ней сделать она еще ломается постоянно и еле-еле вперед назад двигаешься еле-еле здесь сделали плюс хорошо молодцы просто посмотрите на этот момент это вот здесь сейчас я вам на соньку даже запишу вот здесь получается у нас находится стеклоподъемник как им пользоваться отсюда руку ты не просунешь это только девушка края худа или ребенок тебе приходится вот так вот вот так вот поднимать получается руку таким вот образом испускает или поднимать это что это зачем это как вообще понимать они меня вот из за этого я уже не хочу ее брать ну правильно ну это же ничего нет у тебя рука получается вот вот таким вот Это неудобно же, ну блин, ну согласись, неудобно, реально неудобно Просто посмотрите на этот момент, видите здесь поролон Прям в салоне кусок поролона И здесь пластик вот такой вот, ты нажимаешь, он гнется внутрь прям Ну это что такое, мне неприятно, что перед моим лицом вот это вот Шумка здесь, шумка прям внешняя, скажем так Это некрасиво выглядит, вы для кого машины собираете? Это мерзко смотрится, мне не нравится это то, что перед моим лицом шумка По-другому как-нибудь нельзя было сделать Да, за счет этого они уменьшили звук Вот когда пластик вместе с лобовым соединяется, там бывает шум неприятный Да, они этим способом как бы сделали, чтобы этого звука не было Но это же некрасиво, можно было сделать по-другому, это не сложно Я не понимаю, у меня в голове не укладывается, зачем это нужно Мы, скажем так, плюсы и минусы соединяем, еще один плюс Лады Весты Стекло спускается до конца, на приори такого нет Теперь сразу же к минусу Вот этот порог, он слишком большой Он большой и я чувствую как будто бы то, что там я не вижу На приори такого нет, на приори он маленький, а тут зачем такое вот огромное место? При езде эти обе стороны дают о себе знать, это просто слепая зона, ты не видишь, что тут находится Ночью едешь, там человек проходит, как-то он прошел, то что через это место ты не видишь Ты можешь сбить человека, это неудобно Инженеры или там автовазовцы, как вас называть, вы чем думаете, когда машины делаете? Эти плюсы ничто по сравнению с тем, какие здесь минусы Ну что ж, друзья, это был обзор на Ладу Весту Пишите свое мнение в комментариях, что выбираете вы, Лада Веста, либо Лада Приора Ай, красавчик Не забывайте про самый креативный комментарий Огромнейшее спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал У нас скоро будет очень много интересных роликов, скоро мы взорвем, друзья Всем пока Эй, эй, эй Эй, сюда, иди, сюда, сюда, сюда Ага, ага, ага Ты про мой инстаграм что-то сказал? А, друзья, короче, это фотограф Если вам нужна Качественная Просто нереальная фотосессия вашего мероприятия, то ссылка будет внизу Ссылка будет внизу, переходите, заказывайте В любую точку мира выйдет Если, этот, бабки дадите, да? Да, договоримся